Я тоже подразделил тезисы на три большие группы. Это тезисы, касающиеся ДНК-вакцины, различных исследований биомаркеров и эфферентной терапии. Что касается ДНК-вакцины, это были единственные тезисы, которые я уже представлял, поскольку вся аудитория их уже видела, я их позволю себе подпустить. Основные картинки от этих тезисов вы видите сейчас. Действительно, мы получили результаты, показывающие, что вакцина может быть более эффективна, чем стандартная одевантная терапия интерфероном альфа. Что касается биомаркеров, то это основная масса тезисов, которая была прислана по клиническим результатам. И что хочется отметить, что это отражает и тенденцию в современной онкологии. То есть все активно ищут биомаркеры эффективности лечения. Поскольку одни из тезисов были уже доложены, я на них останавливаться не буду, а на остальных остановлюсь подробнее. Итак, концентрация интерферона-8 как дополнительный критерий диагностики меланомы хороиды. Чернявская с авторами прислали вот такие результаты, где, в принципе, с помощью оценки уровня интерферона-8 серьезной жидкости можно очень хорошо разделить пациентов, имеющих меланомы хороиды или нет. Надо сказать, что проблема эта довольно-таки актуальна, потому что меланома глаза – это, наверное, та из немногих опухолей, которая на сегодняшний день при первичной диагностике имеет верификацию морфологическую на уровне всего лишь 40%, а лечить ее, тем не менее, надо. И это один из способов убедиться, что мы можем применять агрессивные технологии в лечении, хотя несколько настораживает, скажем так, идеальность этого теста и, безусловно, требует подтверждения в дальнейших каких-то более крупных, возможно, исследованиях или уже практическом применении. Тем не менее, результат хороший, нельзя сказать, что это результат какой-то необычный, в литературе тоже встречаются такие же результаты, но единственное, что здесь измеряли в стекловинном теле больных, но также уровень интерферон-8 коррелировал со стадией Т, мы видим разброс у пациентов с опухолью и у пациентов без опухоли, так что это имеет значение. Другое дело, что в этом исследовании изучалась жидкость из стекловинного тела после удаления глаза, что, естественно, не очень применительно к клинической практике, так что наши коллеги сделали шаг вперед в этом направлении. Что касается исследований Кузьминой, то тут изучалось уровень растворимых молекул МИКИ и активность инкоклетов в крови при онкологических заболеваниях. Ну, все мы знаем, что МИКИ – это фрагменты шля, а антигена, которые случиваются в крови, могут вызывать иммуносупрессию и являются иммуносупрессивным фактором. Что интересно, что у некоторых опухолей уровень соответствовал нормальному уровню у контрольных пациентов, у некоторых же опухолей мы наблюдали очень высокий уровень. Это действительно вызывало снижение статоксической активности инкоклеток, которые наибольшей степени зависят от этого растворимого маркера. И на что бы я хотел обратить внимание, что все опухоли, которые на сегодняшний день, как мы знаем, иммуногенные, где хорошие результаты дает иммунотерапия, те же антипидиодин-ингибиторы, все попали в группу пациентов с высоким уровнем содержания МИКИ, это иноходшкинские лимфомы, рак толсты кишки, рак желудка сейчас активно изучается, рак гаттаноглотки практически, опухоли головы и шеи. В опухоли головы и шеи доказана эффективность, они туда входят. Но менее известно тут про рак шейки матки. Ну и хотелось бы сказать, что исследования китайских авторов также подтверждают это. Высокий уровень растворимого МИКИ у больных раком легкого – это негативный прогностический фактор, поскольку при низком уровне пациенты живут дольше. Так что это имеет и высокое практическое применение, действительно, стоит задуматься над уровнем этих молекул в жидкости. Исследования из нашего центра, представленные Ниной Петровной ППА, Т-регуляторные лимфоциты как элемент эмоцепрессивающего окружения. Ну вот текстовую часть вы здесь видите. Что важно сказать, что действительно оказалось, что у пациентов с неблагоприятным прогнозом, у пациентов выраженный уровень Т-регуляторных клеток, у пациентов, у которых, казалось бы, при саркомах мягких тканей большее количество опций терапии, у них, они в большей степени, это пациенты с липосарком, они в большей степени зависят от Т-регуляторных лимфоцитов, и, возможно, отчасти поэтому у этой группы пациентов лучше работают некоторые методы лекарственного лечения, которые совсем не работают у других подгрупп пациентов. Ну и, опять-таки, обнаружена корреляция между продукцией клетками иммуносупрессирующих факторов и уровнем Т-регуляторных лимфоцитов с соответствующими рецепторами. Таким образом, мы видим, что иммуносупрессивное окружение – это важный фактор, его стоит учитывать, возможно, от него будет зависеть дальнейшее лечение этих пациентов. Следующие тезисы практически на ту же тему Анны Борисовны Даниловны. Я уже показывал предварительные результаты этой работы на предыдущей секции, роль продукции иммуносупрессивных факторов культурами клеток, тех клеток, которые мы берем для изготовления от логичных ДК-вакцин. Вы видите, что, в общем, достаточно значительная продукция обнаруживается, и это влияет на эффективность последующей иммунотерапии. И еще раз обращаю внимание, что это необходимо учитывать при разработке биомедицинских клеточных продуктов, правила разработки, которые нам уже хорошо рассказали. Что же касается иммуносупрессирующих факторов, то, как я уже говорил, это тема, не теряющая интереса. Это вот снимок с ПАБМЕДа. Мы видим, что с 1964 года интерес постоянно растет. В последние годы только в 2017 пока что еще мало, но он еще не закончился. А масса публикаций идет именно в последние годы, посвященная этим факторам, как биомаркерам. Эфферентная терапия. Один эфферентная терапия – это… Мы все знаем, что эта группа методов достаточно сильно распространена в аллергологии, но практически не применяется в онкологии. Возможно, потому что ее противоопухолевая эффективность не так высока, но тем не менее она есть. Мы знаем, что методы эфферентной терапии позволяют вызвать длительный, короткий, но ощутимый эффект. В частности, возможно стабилизация, возможно даже регресс. Ну вот здесь результаты применения методов химио-иммунотерапии с дискретным плазмоферезом у больных раком яичников в сочетании со стандартной химиотерапией. Мы здесь видим статистически значимое улучшение результатов как по показателям времени на прогрессирование, так и по показателям общей выживаемости, менее значимое, возможно, по показателям пятилетней выживаемости. Но тем не менее, этот метод показывает, что комплексное лечение имеет большое значение. На сегодняшний день с активным развитием других методов иммунотерапии, пусть тут не такие высокие результаты, но наш опыт также свидетельствует о том, что мы серьезно увеличиваем качество жизни с пользой миферентной терапии. Пациенты хотят получать эти методики, потому что они чувствуют себя лучше при проведении стандартной химиотерапии, если она сочетается с методами миферентной терапии. Более того, основной и важной задачей, которую решают методы, в частности плазмофереза, это удаление циркулирующих иммунных комплексов. Это именно та проблема, которая вызывает многие иммунопосредственные нежелательные явления на современной иммунотерапии. Таким образом, я думаю, что эти методы в дальнейшем все-таки войдут в клиническую практику и получат какое-то, пусть возможно ограниченное, но тем не менее применение для улучшения качества жизни больных и снижения риска нежелательных явлений на фоне всех наших других методов лечения. Ну и что, если сравнивать результаты Камашова с привести в контекст выживаемости рака миищников, да, это результаты большой базы данных, на которой основана, собственно говоря, классификация ТНМ. И это предыдущая классификация ТНМ, новая классификация, которая была одобрена в 2014 году, еще не успела набрать соответствующую базу данных. Что мы видим? Что пятилетняя выживаемость у авторов получилась на уровне 70 с лишним процентов. Они брали больных второй-третьей стадии. Это результаты, в общем, полученные из тезисов. При химии и монотерапии на уровне 70 с лишним процентов, при химиотерапии, ну, в общем, средние результаты, да, на уровне 60 процентов. Таким образом, действительно, мы можем предполагать, что эти результаты, по крайней мере, не хуже, а, возможно, и лучше. И благодаря группе контроля, которая там была, химиотерапия, мы знаем, что, да, действительно, это так, это репрезентативная выборка, которая свидетельствует о том, что, действительно, добавление и монотерапии, и химии, и эфирентной терапии в комплексное лечение может иметь клинический смысл. Что в заключение? Что, безусловно, сложность организации иммунной системы затрудняет перевод больших достижений фундаментальной науки в клиническую практику. У нас просто слишком много переменных и мало исследований, и мало возможностей клинических исследований. Как говорил у нас Евгений Наумович, часто 3 часа в интернете заменяет 3 месяца в лаборатории, а если перевести, продолжить эту мысль дальше, то это заменяет 3 года в клинике. Поэтому, безусловно, надо учитывать весь опыт накопленный, но, тем не менее, важны такие публикации, которые мы сейчас анализируем. Учет иммунологических показателей крайне важен для совершенства диагностики и лечения. Мы все говорим о персонализированной терапии, но на сегодняшний день иммунотерапия остается деперсонализированной для большинства пациентов с точки зрения иммуно-онкологических подходов. И использование различных иммунотерапевтических подходов в качестве комплексного лечения, безусловно, позволяет значительно улучшить его результаты. Мы видели это раньше, мы продолжаем видеть это сейчас, и надо продолжать заниматься этим в дальнейшем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ